Продолжение следует... 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 Да, я смотрю, ты и сидел там, где пили, и лежал там, где еблись. Едет шофер из командировки, вдруг видит, цыганка голосует. Думает, посадить или нет? Посадишь, наговорит что-нибудь, не посадишь, наколдует. Ну, дай, думает, посажу, пусть болтает. Цыганка ему и говорит, дорогой золотой бриллиантовый, дай я тебе погадаю. Нечего мне гадать, что было, знаю, что будет, узнаю. Ну, тогда я тебе три правды скажу. Ну, говори, первая правда, луна светит, но не греет, правда? Он говорит, правда. Козел бороду не бреет, правда? Он говорит, правда. А третья правда, твоя жена Манька ходит к соседу. Не может быть, неправда, не верю. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Приехал шофер домой, жена его встречает, собирает на стол, бутылочку ставит, выпили, поели. И стал он рассказывать, что ему цыганка сказала. Первую правду он сказал, Манька говорит, ой, правду сказала, ой, правду. Вторую правду сказал, Манька опять соглашается. А третью правду я тебе, Манька, не скажу. Она к нему пристала, скажи, да скажи, скажи, да скажи. Он и говорит. А третья правда. У соседа Ваньки вот такой малюсенький. Жена говорит, ну уж это неправда. Моряки выловили в море бутылку с запиской. Убедительно прошу вас сдать эту бутылку на вашем приемном пункте, так как у нас импортную тару не принимают. Вырученные деньги прошу переслать аналогичным образом в бутылки, которую не принимают у вас. Вы курите? Нет. Пьете? Нет. А с женщинами, вином, картами? Нет. Тогда как же вы расслабляетесь? А я и не напрягаюсь. Едут в купе поезда Новый Русский и интеллигентная, образованная мамаша с сыном лет десяти. Новый Русский расстелил салфетку на столе и начал выкладывать всякие деликатесы. Буженину, черную икру, копченость и так далее. Выложил все и говорит мальчику. Давай, пацан, угощайся. Мамаша поджала губы и отвечает. Спасибо. Мой сын сыт. На что Новый Русский выдает. Да пусть не сыт. Пусть угощается. Плотник напивается в доску, стекольщик в дребезги, извозчик в дугу, сапожник в стельку, портной в лоскуты, пожарный в дымину, гробовщик в усмерть, свинарка до просящего визга, охотник в дупель, шофер в баранку, железнодорожник в дрезину, футболист в аут, осенизатор в говно, повар в сосиску, бондарь в бочку, лесник в шишку, музыкант в дудку, электрик в отключку, математик в ноль. Физкультурник в лёжку, медик до потери пульса, физик до потери сопротивления, химик до выпадения в осадок, писатель до ручки, журналист до точки, голубой в жопу, астрофизик до звёзд из глаз. Сидит продажный чиновник у себя в кабинете, заходит секретарь и говорит, к вам делегация шахтёров приехала, и чё хотят? Говорят, денег нет. Ну, ладно, пусть без денег тогда заходят. 1945 год. С СССР. Идёт парад победы. Стоит маршал и приветствует разного рода войска. Здравствуйте, товарищи танкисты! Здравия желаю, товарищ маршал! Здравствуйте, товарищ артиллеристы! Здравия желаю, товарищ маршал! Здравствуйте, товарищ чекисты! Здравствуйте, здравствуйте! Мужик нечаянно наступает одной женщине на ногу в трамвае и говорит «Пардон». Женщина отвечает «О, месье, вы джентльмен?» Мужик отвечает «Да ёптсь!». Поймал Тарас Бульба сына и говорит «Чем тебя породил, тем тебя и убью. А ну отойди на два метра». Едут в переполненном автобусе качок, каратист и программист. Измученный толкотней качок предлагает «Пацаны, дайте поднажмем и лишний народ вытолкнем». Нет, лучше замочить человек пять, остальные сами разбегутся. Программист. Зачем мучиться? Давайте заархивируем их и уложим на сиденье. Я тут на пляже видел двух купающихся девушек, совершенно обнаженных. В такой холод, наверное, моржи. Не, ну одна-то точно морж, а вторая ничего, симпатичненькая. Широка ширинка у грузина, много в ней неведанных чудес. Там висит большая колбасина и растет непроходимый лес. Сообщение на пейджер. «Леша, у нас родилась девочка. Спасибо тебе большое. Пока, Серега». «Папа, позвони домой. Не могу найти опилки от хомяка». «Я нахожусь на кладбище у бабушки Шуры. Сегодня пятилетие смерти. Скоро приеду, привезу много вкусного. Целую, мама». «Это Сергей Юрьевич, сын Андрея». «Максим, спасибо тебе и папе, что были на могилке у бабушки. Целую, бабушка». «Андрюша, мы купили шикарный намордник. Приезжай». «Купи туалетной бумаги и что-нибудь попить». «Дорогой, я не уехала на дачу, потому что мне не открутить руль». «Жора, ты жив? Меня терзают смутные сомнения». «Миша, это мама. У меня к тебе большая просьба. Забери у Ильи противогаз, он может в нем пойти купаться и утонуть. Это мне сказал Валера. Позвони мне и выброси его по дороге». «Катя, приходил разгневанный спаренный сосед по поводу неработающего телефона». «Ты что, опять снял штаны и не слышишь пейджера?» «Я даже сесть не могу. Спасибо за прекрасный праздник, Света». «Коля, я жду тебя у заднего прохода». «Приходите пешком, поедем на мне». «Кассовый аппарат сломан, человек пищит и не лезет. Лариса». «Милый, срочно забери Машеньку из детского сада. Приезжай, будем варить холодец». «Милая, я спускаюсь, меня не целуй, я с женой». «Лена, забери у бабушки в красной сумке ключи от бензопилы». «Купи туалетную бумагу и езжай домой. Срочно!» «Привези колбасу, яйца, туалетную бумагу, шампунь и что-нибудь на десерт». «Валера, отбей мне что-нибудь». «Маша, дорогой, по дороге домой купи одну сосиску. У нас сегодня гости. Дорогая». «Матом тебя прошу, приезжай скорее». Встречается как-то Церетелли с Путиным и говорит Церетелли. «Владимир Владимирович, отдай мне царь колокол, а?» «Это ж национальное достояние России. Ну тогда продай, хорошие деньги заплачу». «Тот говорит, ну зачем тебе?» «Да вот, понимаешь, задумал я тут одну скульптуру. И как будет называться, если не секрет?» «Тройка с бубенцами». «В мужском туалете». «Заходит мужик и садится справлять нужду по-женски». «Тут ему коллеги по процедуре говорят, ну ты че, мужик-то?» «Готовишься стать женщиной?» «Да нет, мужики, он вчера меня так подвел, аж в руки брать не хочется». Над военным Берлином разносился крик. «Мутер! Мутер! Рамштайн приехал!» «Подумал Мюллер». И только Штирлиц знал, что это Кэт тренируется перед родами. Встречаются как-то два программиста. Один другого спрашивает. «Где такой классный велосипед взял, а?» «Сижу на рыбалке, проезжает девушка на велосипеде и говорит. Бери все, что хочешь. Ну я и взял велосипед». Друг говорит. «Ну и правильно сделал. Ее одежда тебе все равно бы не подошла». Вопрос армянскому радио. «За сколько секунд АК разгоняется до ста километров?» «Смотря за какую машину бампером зацепится», — ответила армянское радио. Бульдог, гуляя по двору, видит сидящего на балконе пуделя и мажет ему лапой. «Выходи! Вместе погуляем!» «Тот говорит, не могу! Меня заперли!» «А ты выпрыгни тогда с балкона!» «Ага! Чтобы у меня морда была, как у тебя!» Встречаются как-то две мыши. Одна другую спрашивает. «Ты чего такая большущая?» Вторая говорит. «Поживешь в квартире Карелина — не такой станешь!» «Там, блядь, тараканы тапочки переворачивают!» Собирается отец в командировку в Ленинград и говорит детям. «Кто придумает рифму про Ленинград и свой подарок, тому я этот подарок и привезу». Старшая дочь. «Папа едет в Ленинград, папа купит шоколад». «Ладно, доченька, будет тебе шоколад». Младшая дочь. «Папа едет в Ленинград, папа купит мармелад». «Хорошо, доченька, будет тебе мармелад». Вовочка. «Папа едет в Ленинград, папа купит мне мопед». Отец говорит, слушай, ну у тебя не в рифму, ты давай или подумай что-нибудь, или ничего я тебе не привезу. Через несколько минут Вовочка подходит и говорит, папа едет в Ленинград, мамин хахаль будет рад. Мамин хахаль наш сосед, папа купит мне мопед. Идет мужик с работы уставший, вдруг видит, лампа лежит. Потер три раза, появляется джинн. Мужик, выполни мои желания, джинн, говори. Мужик, хочу домой, джинн, пошли. Мужик, не-не, я хочу быстро, джинн. Ну тогда побежали. Какие кольца дарить женщине? К свадьбе обручальное, а к юбилею хула-хуп. Бабушка, бабушка, я опять летал во сне. Во-первых, блядь, я не бабушка, а дедушка. А во-вторых, летать ты будешь до самого дембеля. Что такое искусственный интеллект? Это крашеная блондинка. На нудистском пляже. Девушка, а вы мне нравитесь. А я вижу. Две дырочки в земле. Из одной выглядывает червячок, из другой выглядывает другой. И говорит первому, а ты мне нравишься. Тот говорит, заткнись, идиот, я твоя задница. Вопрос французу, англичанину и русскому. Идут двое по пустыне, мужчина и женщина. Все силы на исходе. И вдруг мужик находит апельсин и отдает его женщине. Кто он по национальности? Француз говорит, я не знаю, кто он был, но она точно была француженка. Только француженке можно все отдать. Англичанин говорит, конечно, он англичанин. Он поступил как истинный джентльмен. Русский говорит, да нечего тут думать, еврей он. Его спрашивают, почему? Русский говорит, только еврей в пустыне может найти апельсин. Ты не знаешь, где моя черепашка, мама? Как где? Она с ребятами во дворе орехи колет. Вот встречаются два друга. Один другому говорит, слышь, у меня жена изменяется каким-то работником кондитерской фабрики. Тот говорит, да ты что, а как ты догадался? Да вот, прихожу домой вечером с работы, а вокруг дивана фантики от конфет валяются. Второй говорит, ну нифига себе, а у меня жена с грузином каким-то изменяет. Да ты что, а ты как догадался? Да прихожу домой, глядь под диван, а там грузин лежит. Мужик зашел в бар и заказал коктейль. Бармен налил и говорит, 25 копеек, пожалуйста. Мужик удивился таким ценам и заказал второй коктейль. Бармен говорит, 25 копеек, пожалуйста. Мужик, а покушать у вас можно? Бармен говорит, конечно, у нас есть отличный стейк. Мужик, дайте-ка мне стейк и бутылочку самого лучшего вина. Бармен выполнил заказ и сообщил мужику, что его счет составил 1 рубль 25 копеек. На что совсем охуевший мужик говорит, слушай, я бы хотел поговорить с хозяином, поблагодарить его и вообще узнать, как у него получается, так вести бизнес при таких ценах. Бармен говорит, я, к сожалению, его позвать не могу. Он наверху с моей женой. Мужик говорит, а что он там с твоей женой-то делает? Бармен, то же самое, что я с его бизнесом. Звонок по телефону. Хозяйка берет трубку и слышит нетрезвую речь. Скажите, я с вами по телефону говорю? Нет, блядь, по телевизору. Ну вот, черт возьми, опять прямой эфир, а я в трусах. Идут пьяный Шварценеггер и Джеки Чан с вечеринки. Болтает о том и о сём. Вдруг Джеки говорит, смотри, Арни, серебряный доллар валяется. Возьми его на удачу. Ну, Арнольд и подобрал доллар. Потом они разошлись по домам. Встречает дома Шварца жена и говорит, Опять, блядь, ты с этим мускоглазом болтался? Ты говорит, да, а ты откуда знаешь? Она говорит, блядь, да ты уже который раз крышку от канализационного люка приносишь домой. Мужик оставил дома пейджер, вечером возвращается, читает сообщение. Первое. Милый, дорогой, любимый, позвони мне, пожалуйста. Целую всегда твоя Марина. Второе. Можешь не беспокоиться, я уже позвонила. Жена. Пьяный мужик лежит в луже и говорит, Карл Маркс умер. Ленин умер. Вот и мое здоровье пошатнулось. Едут в поезде девушка и грузин. Грузин ложится на верхнюю полку, а девушка на нижнюю. Грузин свешивает вниз веревочку и говорит, Захочешь переспать со мной, дерни один раз за веревочку. А если нет, дерни 60 раз и последние 10 раз. У еврея Шлема спрашивает посторонний. Но почему вы, евреи, всегда отвечаете вопросом на вопрос? Шлема говорит, да. И кто вам это сказал? Мужик купается в море, вдруг видит бутылку. Подплывает, берет ее и открывает. А из бутылки вылезает Джин и говорит, Слушаю и повинуюсь, мой господин. Мужик от радости выкрикивает первое пожелание. Хочу большую виллу с сауной и с теннисным кортом. А Джин спокойно отвечает, О, мой господин, совсем охуел, что ли? Не видишь, сам в бутылке живу. Начинается урок. В класс заходит учитель и приносит с собой два разноцветных яйца. Вызывает Вовочку и говорит, Мальчик, ты знаешь, чье это яйцо? Вовочка говорит, нет. Учитель показывает другое и говорит, А это яйцо? Знаешь, чье? Вовочка говорит, нет. Учитель говорит, так, садись на место, два. Как тебя зовут? Вовочка спускает штаны и говорит, Отгадайте по яйцам. Спрашивает девочка у мамы. Мама, мама, а зачем мне нужны такие большие зубы? Ну, чтобы я тебя лучше слышала, дочь моя. Как это слышала, я не понимаю, мама. Ну, чтобы я слышала, как ты втихаря шоколад жрешь, зубастая мразь. Чем глубже мы прячем голову в песок, тем беззащитнее становится наша задница. Война. Засели немцы в окопе. Русские наступают. Поднимается политрук и кричит, За Сталина! Ура! Немцы, все, текать пора. Тут самый старый матерый немец за пулеметом говорит, Рано еще, заряжай. Открыли огонь, русские залегли. Через некоторое время опять, За Ленина! Вперед! Немцы, ну все, пора сматывать. Матерый немец опять говорит, Рано еще. Огонь! Опять русские залегли, Поднимается политрук, Все лицо в дерьме и кричит, Бля, да я нахуй не понял! Старый немец говорит, Вот теперь, ребята, пора сматывать. Заходит житель Кавказа в туалет, Но по ошибке в женский. Достает член, Убегает девушка и кричит, А-а-а! Он говорит, не бойтесь, мадам, Я его держу. Встречаются два сослуживца после армии. Один говорит, Ты знаешь, вчера был на дне рождения, И селедку под шубой ел. А второй ему отвечает, Да ты и в армии хлеб под одеялом жрал. Из дневника Вовочки, Сегодня впервые познал женщину. Жалкое подобие анонизма. Учительница 1 сентября собирает сочинение На тему, как я провел лето. 2 сентября она приходит в класс, Приносит стопку проверенных тетрадей, Вызывает Вовочку к доске и говорит, Вовочка, вот твое сочинение, Зачитай его, пожалуйста, вслух, Чтобы слышали все. Вовочка читает. Я проснулся рано утром, Вытер хуй, Позавтракал, Выпил молока, Вытер хуй, Пошел в лес за грибами, Вернулся домой, Вытер хуй, Пообедал, Вытер хуй, Пошел играть с ребятами в футбол, Вернулся домой, Вытер хуй, Поужинал, Пошел прогуляться перед сном, Вытер хуй, Вернулся домой, Вытер хуй, Лег спать. Учительница говорит, Вовочка, Ну, скажи, пожалуйста, Ну, почему ты его вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит, Да нет, Марья Ивановна, Просто мой папа работает прокурором, И нам на двери какая-то сволочь Все время пишет хуй. Пресс-конференция в Министерстве обороны. Генерал говорит, Вчера на полигоне был произведен взрыв нового ядерного заряда мощностью от 20 до 50 килотонн. Журналист спрашивает, Извините, а почему такая неопределенность в мощности от 20 до 50? Генерал отвечает, Ну, вы знаете ли, мы думали 20 килотонн, А он как ебанет! Первое лезвие бреет чисто, Второе еще чище, 24-е полирует челюсть. Поспорили как-то американец, англичанин и русский, У кого военный самолет больше. Англичанин говорит, В нашем самолете помещается целый взвод танков. Американец говорит, А в нашем самолете помещается целый эскадр торпедных кораблей. Русский говорит, А мы летим, значит, как-то над одним городом. Капитан говорит 15-му пилоту, Вань, сгоняй-ка в 36-й отсек, А то там что-то жужжит. Ну, Ванька сел на мотоцикл и поехал. Через два часа возвращается и говорит капитану, Да ничего особенного, Там просто Боинг в иллюминатор залетел, Летает вокруг лампочки и жужжит, жужжит. А у нас на заводе есть такая примета. Если главный инженер бегает по заводу и кричит, Значит, опять собрали не мотор. Не мотор, а что? А вот что кричит, то и собрали. Пригласила к себе в гости на ужин одна дама мужчину. Но сидят они при свечах, Ужинают все чин-чинарем, Дама не налюбуется на своего кавалера, Уминающего за обе щеки ужин, Подсаживается к нему, обнимает и шепчет. Ну, а теперь ты мой. Ну уж хуй, говорит мужик, сама мой. Приехал как-то Петька из Африки И несет к Василию Ивановичу кусок золота. Хвастается. Василий Иванович говорит, Мол, как это ты его из Африки-то провез? Пустяки, говорит Петька, Нашел, проглотил, привез, Пошел в туалет по большой нужде, Выстрал одним словом. Василий Иванович ломанулся в Африку и пропал. Спустя какое-то время видит Петька, Едет Василий Иванович в какой-то будке. И говорит, Василий Иванович, Че случилось-то? Да ничего, Петька, послужил тебя, Поехал в Африку, Нашел кусок урана, Проглотил, привез, Пошел срать. Как сиранул, Пол деревни нахуй взрывом снесло. С тех пор, как срать захочу, Меня на полигон в Семипалатинск везут. Подобрал мальчик осенью больного ежика, Всю зиму ухаживал за ним, Молоком отпаивал, Яблоками кормил. Настала весна, И у ежика выпали все колючки, А вместо них выросли крылья Он улетел в окно. И вот тогда мальчик понял, Что он нашел в лесу не ежика, А хуй знает что. Шел как-то Штирлиц по военному Берлину, Справа и слева раздались сильные взрывы. Долби сараунд, Подумал Штирлиц. Выпьем за нас с вами И за хуй с ними. Недоперепил, Это значит выпил больше, чем мог, Но меньше, чем хотел. Одинокая футбольная команда Познакомится с олигархом своей мечты. Мужик разбудил жену среди ночи И сует ей стакан воды И две таблетки аспирина. Жена говорит, Ты чего это? Да вот, таблетки тебе от головной боли. Но у меня не болит голова. Муж говорит, Ага! И снимает трусы. Встречается как-то танк и запорожец. Танк спрашивает, Хе-хе-хе, ты, запорожец, Почему у тебя мотор в заднице, А у всех машин он спереди? Запорожец отвечает, Молчать! Я же не спрашиваю, Почему у тебя хуй на лбу? Новая акция в нашем магазине. Купите у нас Тысячу мегабайт оперативной памяти И двадцать четыре мегабайта Вы получите абсолютно бесплатно. Жена мужу. Мне осточертело быть твоей служанкой. Все! Я подаю на развод. Нет, блядь, Ты уволена! Чтобы как-то разнообразить торжества По поводу восьмого марта В детском саду номер шестьдесят девять Имени Гагарина Воспитатели решили нарядить Новогоднюю елку. Вот это весело, Подумали воспитатели. Вот это приход, Подумали дети. Ребята, А вы знаете, Что один стакан сметаны Заменяет пять минут смеха? Вот ты дура И кури нахуй свою сметану! Сидят двое поздней ночью Под открытым небом, Он говорит, Маня, Видишь вон ту звезду? Она говорит, Да. Он говорит, Это я. А вон ту видишь? Она говорит, Да. Это ты. А видишь вон ту звезду На другой звезде? Она оживляясь И придвигаясь к нему. Да. Он говорит, А это я на мопеде. Алло, Это бюро добрых услуг? Да, И какого хуя тебе надо? На остановке останавливается автобус, И из него выходит старушка. Из окна высовывается мальчик и кричит, Бабушка, Вы забыли сумочку! Аллах Акбар! Внучек, Как ты свою девушку называешь? Ну, Зайка моя, Рыбка моя, Птичка моя. А она что? А что она? Уши развесит, Глазки выпучит И клювом щелкает. Дети — это наша радость. Мужчины — слабость. Один раз расслабишься, И потом всю жизнь радуешься. Заходит одна женщина в темный подъезд, Вдруг ее хватает маньяк, Прижимает к стенке и говорит, Только пикнешь изнасилую. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Девушка рассказывает подружке. Ты знаешь, я так счастлива. У меня двое парней, И один из них такой замечательный, Красивый, Чуткий, Заботливый. Вторая говорит, А зачем тебе тогда второй? Не, ну второй не гомик. На завод Форда в Детройте Прибегает взволнованный человек И радостно сообщает, Я изобрел отличный электромобиль И проехал на нем без остановки Полторы тысячи миль из Нью-Йорка. Там заинтересовались и спрашивают, И во сколько же вам обошлось Это изобретение? Ой, совсем недорого. Две тысячи сама машина И пять тысяч удлинитель. Подмосковье. Вечер перед Рождеством. Пустой шоссе. Едет 600-й Мерседес, Из кустов выходит сотрудник ДПС, Останавливает Мерина и говорит Здравствуйте, Младший сержант Приходько, Разрешите поколядывать. Принимает на работу секретаршу И спрашивает, Сколько знаков в минуту Вы можете печатать? Она говорит, Примерно 100. А 150? Могу. А 200? Можете? Могу. Ну знаете ли, Такая хуйня получается. Врезается запорожец В 600-й Мерседес, Из Мерса выходит чисто братан И, вытаскивая за шиворот мужичка Из запорожца, Чисто культурно объясняет, Что его жизненный путь Подошел к своему логическому концу. Мужик говорит, Да я заплачу, сколько надо. Открывает доверху набитый деньгами багажник И загребает полную охапку 100-долларовых банкнот. Тот говорит, Мужик, Откуда у тебя столько денег? Так, Я кроликов развожу. Не понял. Я пол Москвы развожу, А таких бабок не вижу. — Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие глазки? — Чтобы лучше видеть тебя. — Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие ушки? — Чтобы лучше слышать тебя. — Бабушка, бабушка, а почему у тебя такой большой носик? — Ну так мы слоны же, внученькая. — Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? — Это чтобы лучше видеть тебя. — Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие ушки? — Чтобы лучше слышать тебя. — Бабушка, бабушка, а почему у тебя такой большой ротик? — Внученька, а ты нашего дедушку в бане видела?